Женщина была малым предпринимателем и занималась предоставлением услуги прыгания на батут для детей. Знаете, на главной площади она поставила этот батут и брала определенную сумму денег за эти услуги. А условно говоря, 100 рублей за 15 минут. И был один такой батут на площади центральной в городе. Появился второй конкурент и установил тоже цену 100 рублей на прыгание, но разрешил безграничное количество времени прыгать. То есть упрыгаться можно. Чтобы дети упрыгались настолько, чтобы потом только спать после этого. Вот так сделал конкурент этой женщины. Но смотря на этого конкурента, она что сделала? Она тоже цену оставила такой и разрешила прыгать безгранично. Что сделала Федеральная антимонопольная служба? Она в результате расследования обнаружила сговор и оштрафовала патутистов за сговор в предоставлении услуг прыгания на батутах. Это реальная история. Вот вам смешно, а люди разбирались в суде. И там штрафы какие-то были потом вроде бы. Вот вся эта история, это очень хорошо ее знает Вадим Новиков. И все эти истории, которых на самом деле достаточно много в нашей жизни. Наш антитраст, то есть наша антимонопольная служба, возбуждает больше дел о злоупотреблении доминирующим положением на рынке, чем такие же службы в других крупных стран вместе взятые. Просто огромное количество антимонопольных расследований совершает наш антитраст. Сейчас не будем говорить о том, о том, о конкретном. Лучшее средство борьбы за конкуренцию это решение потребителя. А любой чиновник, который пытается правильную конкуренцию создать, что он сделает? Вы неправильный какой-то конкурент. У вас какие-то цены низкие, прибыли высокие, продукт качественный, всем нравится. Вы какой-то подозрительный. Вы какой-то патриот. Почему это вы все производите дешево, качественно и много? Это не вызывает. Вы знаете, на самом деле в огромном количестве случаев это действительно результат вот такой. Тебе, это же снижение цен. Можно я еще раз спросить про банки. Собственно, с центром банка, с которым он уже занимается не санацию банком, но периодически какая-то часть из них отваливается. Как вы это оцениваете, что происходит на Западе? Я просто соседу не слежу, а надо будет. Как на Западе странно-банковская система? Было ли там такое? Нормально ли это? Что сейчас происходит? Как-то поднесем. Ну, надо сказать, что здесь Запад даже впереди нас идет, потому что по масштабу государственных вливаний, государственной поддержки и различных регулятивных мер Запад просто впереди планеты всей. Особенно после последнего кризиса ипотечного, который был в 2007-2009 годах. Огромные деньги были выделены на их спасение. Огромное количество денег было создано Федеральной резервной системой. И это опасность для мировой экономики, для нас в том числе. ЕЦБ проводит ту же политику довольно жесткой бюрократизации всех этих вещей, и при этом также увеличивает денежную массу. Процентные ставки, как вы знаете, и в США, и в Европе находятся на беспрецедентно низких уровнях. Что касается Российского Центрального Банка и его политики, надо понять, что наш Центральный Банк все больше и больше становится тем, чем он формально является, мегарегулятором. Он начинает отвечать буквально за все, за все финансовые сферы и уже не за финансовые сферы. Если говорить о его помощи банкам различным, то понятно, что эта система выстраивается, как и все такие иерархические системы, так что мы все оплачиваем спасение этих банков. Вот так работает эта модель. Так она устроена. Насколько правильной является политика Центрального Банка в отношении денежной массы? Я думаю, что если бы наш Центральный Банк увеличивал денежную массу, то мы бы имели еще больше проблем. Мы имели бы те проблемы, которые связаны с экономическим ростом, и еще бы очень большую инфляцию. Поэтому попытка некоторых экономистов, таких как Сергей Глазьев, сказать, что нужно для них отдать больше денег, на мой взгляд, не имеет перспектив. Но, насколько я понимаю, Алексей Навальный не слишком симпатизирует экономической программе Глазьева. Вы считаете, что он экономист, Сергей, да? Ну, он сам себя называет, поэтому я должен только заставить его обозначение, поставить фамилию и имя. Он себя позиционирует на насчет России, в России очень большой теневой сектор экономики, один из самых крупных в мире. Насколько обоснованы попытки государства заставить этих людей платить налоги, выйти из теневой зоны, может просто отстать от них? Они же приносят, они не создают рабочие места, небольшие, не какой-то гаражники. Зачем попытаться с них снять налоги? Ну, с одной стороны... Хорош ли теневой сектор экономики? Смотрите, ведь в чем дело? Во-первых, некоторые уходят в тени от хорошей жизни, а потому что это единственный способ сохранить свой бизнес, свой доход. Мы не должны закрывать глаза на то, что очень много проектов, которые связаны с государством, так или иначе, не видны всем остальным, я так ярко выражаюсь. Да, то есть мы понимаем, что в тени находится в том числе и тот капитал, который зарабатывают те самые олигархи, но только не просто богатые люди, но, я еще раз говорю, те, что связаны с государством. Поэтому здесь есть такая двоякая проблема. Теневая экономика сама по себе не является проблемой, но проблемой является то, что большую теневую экономику создает государство. Поэтому, в принципе, с нормальными компаниями бороться нет смысла, а вот с масштабом деятельности государства можно, потому что, если мы будем сокращать этот масштаб, то и доля тех, кто там будет в тени жить, будет становиться все меньше. Вот примерно такой ответ. Еще? Еще есть силы? Мы с вами уже сколько, два с половиной часа? Давайте, да. Вы много заговорили, что такое олигарх, пытались дать определение, я, на самом деле, не совсем все-таки понял, что вы считаете под олигархом. Это плохо или хорошо, а олигарх плохой или хороший человек. То есть, да, ну, понятно, то есть, значит, он частично плохой, частично хороший, но тогда вопрос, что такое олигарх, то есть бизнесмен, то есть, чем он будет. Хорошо. Коррупционер это олигарх или нет? Ну, давайте проще, можно сейчас проще спросить. Либо олигарх это, наоборот, да. Олигарх это коррупционер обязательно или нет? Нет, смотрите. Олигарх не обязательно коррупционер. Олигарх может быть просто бизнесменом, без чиновника, правильно? То есть, грубо говоря, ну, то есть, если мы говорим о человеке богатом, на который не наделен власть, его тоже часто называют олигархом, хотя у него принципиально иная модель поведения, то есть, он просто бизнесмен. В нынешней ситуации, то есть, те субъекты, с которыми прежде всего пытаются бороться путем антикоррупционных расследований, это люди, которые одновременно занимаются большим бизнесом и при этом при власть. Мне кажется, что, я давал в самом начале определение, и это краткая формула, описываю, что такое олигарх. Это человек, который занимается бизнесом и получает прибыль за счет деятельности государства. Но сам по себе олигарх, я уже говорил, не является абсолютным злом, потому что кроме его деятельности как чиновника, он, во-первых, если потенциально сократить его функцию как чиновника, он будет чем заниматься? Он направит свои силы, свою энергию на создание других вещей. То есть, условно говоря, если человек сейчас сидит в какой-то ненужной конторе и перекладывает бумажки с одного стола на другой, в результате перекладывания этих бумажек закрываются фирмы, то если его там не будет в этой конторе, а он будет заниматься какой-то производительной деятельностью, то это и есть правильное решение. То есть, в общем-то, перемещение людей из сферы госслужбы в частный сектор это благотворное явление для экономики в целом. Поэтому я и сказал, что вот это четкое установление того, чтобы прошлое прошло, а будущее не наступило, означает, что вот надо дать возможность будущему разрулить вот все эти косяки, которые возникли в прошлом, не пытаться все выкорчевать в своем прошлом, а путем каких-то признаний ошибок и признаний сложившейся структуры двинуться вперед, потому что все равно рынок расставит все по своим местам, те, кто не способны производить, потеряют свой капитал, те, кто способны подстроиться, но это будет означать некимизированный переход от не очень эффективного равновесия к более эффективному равновесию, без кровопролития, без отрубания голов, без семья на семью, там регион на регион, отрасль на отрасль, да, сняли, да, ставили деньги, но все запретили занимать должности, заниматься там деятельностью, с этим связанной. Новые люди приходят, создается новые проекты, создается новые бизнесы, постепенно в результате конкуренции они накапливают человеческий капитал, финансовый капитал, а те в результате наследования передают деньги новым поколениям, а новые поколения уже другие люди, и, соответственно, они могут с этим капиталом поступать по-разному. И это означает, что главное, что у нас возникает, у нас возникает привычка оперировать собственностью. Вот у меня один хороший знакомый, специалист по менеджменту, он считает, что одна из ключевых проблем России это то, что у нас не сложилась поколенческая преемственность собственников. То есть у нас 70 лет было разрухи, до этого мы, естественно, выкорчевали всю вот эту систему наследования, а если мы сейчас не будем ее трогать, еще, условно говоря, 20-25 дадим экономике развиваться в условиях частной собственности, прогресса, то у нас возникнет уважение к собственнику, капиталу, к выстраиванию никаких более долгосрочных линий планирования и так далее. То есть человек должен знать, что его собственность принадлежит ему, и не придет какой-то дядя Вася и скажет, что, знаете, это ошибка. А если тебе дядя Вауэ скажет, что это ошибка, твоя собственность принадлежит тебе? Ну вы же есть, вы же можете защищаться, но все просто. Сейчас на самом деле остается в том, что я не буду защищать. Это отчасти происходит, да, отчасти это происходит. Я просто говорю про точку выбора в дальнейшем, она еще не пройдена, и мы здесь сами решаем, как к этому относиться. Хотим ли мы новый передел собственности, который вновь заставит нас накапливать опыт собственности? Либо мы должны признать, условно говоря, что мы будем играть черными, и выиграть черными. А можно я хорошо, как бы вот по поводу Медведева. Я понятную аналогию провел? Да, абсолютно. По поводу Медведева меня спрашивали, как бы там журналисты-олигарх Леон, я сказала, что нет, что он очень вновь. Ну, собственно, Дмитрий Медведев. А ведь он, часть бизнесмена в нем как бы отсутствует, я бы сказала, да? То есть, он же не ведет бизнес, когда мы всем... А как же винов-то сказать? Нет, 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 нет. Ну, смотри, ну да, то есть вот есть реально... Исторически у него было много каких-то бизнесов. Лим Палп, это один из бизнесов, которым занимался. Я вот знаю, опять же, благодаря этой конторе. Вот. Ты будешь и олигарх? Это виды деятельности. Быть бизнесменом, быть чиновником, это виды деятельности, но не характеристика человека. Человек может быть, я не знаю, хорошим отцом, музыкантом и, я не знаю, велосипедистом. А сейчас он все еще как бы... То есть сейчас он... Сейчас его деятельность связана, конечно же, с вот этой. Да. В данном случае, зачем ему заниматься бизнесом, когда тот, кто будет, условно говоря, заниматься бизнесом по его правилам, вполне все, что нужно, сделает. Это уже не так важно. Это не важно, занимается он им или нет. Да, пожалуйста. Мне кажется, Павел, что нужно вам туда еще одно слагаемое добавить, рантье. И тогда с медведем будет более-менее... Вы хотите сказать, олигарх, это же десантин, чиновник и рантье. И рантье, да. Вот тут какие-то слагаемые из трех нужно. Ну, на самом деле, можно себе представить олигарха, который не является рантье, то есть, получает исключительно за счет этих двух вещей. Потом можно представить себе рантье, который не является олигархом. Кто такой рантье? Да, тот же живет на процент. На процент может жить много кто? Ну, на ренту. На ренту, да. Я не знаю, у нас много представителей среднего и крупного, среднего класса и высшего класса сдают квартиры в Петербурге и в Москве и за счет этого живет. Они рантье. Хотя вряд ли их можно назвать олигархами. Что-что? Нет, 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 у него перетекание здесь. Он олигарх, да, но у него перетекание, да. А зачем его называть вообще олигархом? Какая разница, опять же. Нет. И так всем все понятно. В данном случае это неважно. Просто я сконцентрировал внимание на том, что нельзя бороться с человеком как таковым. Нужно бороться с той деятельностью, которую он совершает. Это плохо, это хорошо. Если он совершает что-то плохое, то здесь же все его проекты плохие. Хотя мы на эмоциональном уровне мы так часто и обобщаем. Правильно? Обобщаем? На эмоциональном уровне все. Друзья, ну тогда, наверное, все. Вот, я очень благодарна вам. Вы честно. Знаете, за что-то, за то, что была предложена дискуссия. Каждый мог подумать и не воспринимать мир черно-белым. Это очень-очень важно. Честно, друзья. И значит, продолжение темы капитализма. Я немножко минуту рекламы. Значит, в понедельник у нас будет телевост Сергея Ильича Чваркина. И у него значит, продолжение тематии. Тема его будет называться капитализм с самой честной гуманной стороны Земли. И очень духе отлично. И дадёшь приглашать его участковать. Завершает часов. Здесь будет дать. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok